Как наука предлагает срок посадки осенний? Если у вас нет возможности посадить осенью, то саженец можно прикопать. Ни в коем случае нельзя садить в течение лета. Летом растение растет. То есть сила она дает наращиванию своей вегетативной массы. А еще надо силы тратить на приживаемость. Поэтому чем раньше вы посадите весной, тем чем осенью. И если посадите осенью, то весной оно очень рано вступит в вегетацию. То есть начнет расти, когда еще природа начинает просыпаться. Недаром наша зона называется зона рискованного земледелия. Если не заморозки, значит на нас нападают болезни и вредители. Так вот, в наших условиях обязательно. Считается классика. Это уже годами испытано. На участке должны быть полукультурки. Такие сорта, как горно-алтайская, уральская наливная, джибровская. Это дочь горно-алтайского, но оно не растрескивается. Конечно, у нас есть и крупноплодные сорта. Можно иметь на участке. Есть сорта такие, как, допустим, зимний сорт боровинка и жигулевская. Хорошо иметь их на участке. Прекрасно. Они крупноплодные. Они сохраняют в зиму. Но подвергаются вот таким вот рискованным перепадам нашей зимы. Очень важно найти сначала место. То есть это должно быть солнечное место, на котором должен накапливаться снежный покров довольно-таки высокий, но который должен быстро сходить, чтобы потом не подопрело. Мы копаем посадочную яму обязательно. Довольно-таки вместительную. Минимум объема посадочная яма – это 60 на 60 на 60. Если больше, значит больше. И заправка для любого растения. Самое главное, как вы заправите посадочную яму. То есть дадите растению толчок к развитию и приживаемости. В эту посадочную яму обязательно должна быть перегной, но не навоз ни в коем случае. И удобрение. Если вы с осенью не сможете без азотного удобрения, то есть если вы не сможете заправить яму удобрениями, значит надо будет подкормить весной. В грязь ссадим, расправляем очень хорошо корни, чтобы корни не угнетались где-то ничем. Все спрашивают, нужно ли в яму в посадочную ложить железо. Не обязательно. Если вы покупаете в магазине комплексное удобрение, в этом комплексном удобрении все микроэлементы присутствуют. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok